Улучшение жилищных условий – наиболее актуальный вопрос для многих людей. Практика бесплатного предоставления жилья осталась в далеком прошлом. Работает принцип платности, а он означает, что основная часть людей приобретает жилье за собственные средства, а также с использованием господдержки в виде льготного кредитования, субсидий, займов. Одним из видов косвенно государственной поддержки населения является право на имущественный налоговый вычет при уплате подоходного налога. Порядок предоставления имущественного налогового вычета регулируется статьей 166 Налогового кодекса. Правом воспользоваться имущественным налоговым вычетом имеют граждане, а также члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по приобретению индивидуальных жилых домов и квартир, а также по строительству данных объектов. Особо следует остановиться на имущественном налоговом вычете в отношении расходов, понесенных на газификацию одноквартирного жилого дома. В связи с возникающими на практике вопросами по отнесению расходов по газификации к имущественному налоговому вычету, Министерством по налогам и сборам в 2018 году получен ответ от Министерства архитектуры о том, что работы по проектированию и газификации индивидуальных жилых домов относятся к строительным, монтажным и пусконаладочным работам. Все вышесказанное можно причислить к строительным работам и подлежит включению в состав имущественно-налогового вычета. Следовательно, физические лица имеют право воспользоваться имущественным налоговым вычетом по расходам, понесенным по газификации индивидуальных жилых домов, как в настоящий период, так и по расходам, понесенным в предыдущие налоговые периоды. Для этого физлицам необходимо обратиться в бухгалтерию по основному месту работы с предоставлением документов, подтверждающих данные расходы, в соответствии со статьей 166 Налогового кодекса. Следует учесть еще один важный факт. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может быть использован полностью, его остаток переносится на последующие налоговые периоды до полного его использования, так как жилье – существенная статья расходов. Это позволяет не платить подоходный налог несколько лет.